Всем привет, с вами Ольга Дуброва. И сегодня я поделюсь с вами своим опытом и личными рекомендациями, чего бы я в своем саду не садила, и я прошла через это, и вам бы не рекомендовала садить. Выращивать можно все, и вырастить можно все. Можно с каким-то цветком. Помните, как мы с устомой носимся с декабря, января месяца и до сентября, и не всегда это увенчается успехом. Ну а у кого увенчается, он, конечно, безумно рад и будет говорить, у меня все получается супер растение. Да, я согласна, у каждого свой опыт. Но если взять вот выборку для наших условий, для моих условий, и все-таки неудач будет больше, чем удач с какими-то растениями, с такими, которыми я с вами поделюсь. Вот что я вообще не буду больше никогда сажать, это экремокарпус или вислоплодник. Изумительные цветки, такое вьющееся растение. И в каталоге пишут, что вот его можно потом в катку посадить и домой занести. Вот я ходила с ним туда-сюда, и все равно. Да, там еще такая вот история, я сама иногда отсылаю группе USDI, зимостойкости растений, столько полемики в интернете и не только, и при личном контакте, что вы ничего не понимаете. Это же для США, а мы не такие. У нас как бы и зимостойкость другая, и морозостойкость другая есть еще понятие. Ну давайте не будем умничать, не вкидаться в крайности. Зимостойкость, морозостойкость, это все понятно, USDI это понятно. Но то, что растения некоторые имеют все-таки происхождение тропическое, субтропическое, и где совершенно иные условия, и другие зимы, и даже если низкие температуры, то они по-другому себя проявляют, и все равно это растение у нас не будет выживать по таким причинам, потому что Беларусь это пятая зона морозоустойчивости, как вы не крутите. Это я отвлеклась, прокомментировала то, что там уже я подслушала, мне говорят. Следующее растение это кампсис, тоже вьющееся, шикарное растение, которое снова же пишут, а посадите его в покромном месте, а потом вы его укроете, и будет счастье, оно такое неприхотливое, да, но не в нашей зоне. Дейция замечательное растение, и вы прочитаете характеристики неприхотливое, абсолютно неприхотливое, но где-то там южнее. Очень красивые и гибриды, и сорта, и видовые, шершавые, например. И бывало, что да, цвела, и в ботаническом саду Академии наук города Минска тоже есть экземпляры, но не всегда это получается, и не каждый год увенчивается успехом, потому что отмерзают зимой, когда возвратные заморозки, либо бесснежные периоды, все, что выше снегового покрова, все вымерзает. Следующее супер растение, которое поражает наше воображение, когда мы видим эти безумные картинки в интернете, это глициния флорибунда или в латыни вистерия. Вот уже чудо расчудесное. И когда вот эти вот висячие кисти, душистые, разноцветные, и побеги метров 6-10 длиною. Ну нет. Пробуйте, но нет. Дальше. Мне нравится, и это популярно сейчас, и не только сейчас, но некоторые к этому все равно не хотят приходить. Это я про злаки в своем саду. Злаки – замечательные растения. Есть много-много-много видов злаков, и нашей природной белорусской флоры, и другие злаки, которые весьма устойчивы в наших условиях. Но почему-то хочется вырастить помпасскую траву – картадерия. Вот хочется и все, потому что она вот такая, потому что я там-то отдыхал, и вот там она такая росла. Но вы забыли, что это было побережье Средиземного моря. И не хочу я с ней больше носиться. То ее укрывать, то ее в подвал носить, то и потом доставать. Есть ни с чем носиться. Огурцы, в конце концов, надо выращивать. Дальше. Будвей. Да, замечательные растения, и ничего страшного. Я тоже говорила о том, что ничего страшного, что они отмерзают, они зато потом отрастают. Но бывает такое, что и не отрастают. А когда-то и отрастают, и все красиво, и эти вот длинные такие цветоносы висят колбасками цветными. Но не хочу, потому что место много занимает совершенно ненадежное. Много лет я носилась с гибискусом сирийским, потому что у моей подруги он замечательно себе рос на территории Беларуси. Сначала она его укрывала, потом не укрывала, потом поделилась со мной черенками. И вот сначала он зимовал, потом он не зимовал, потом я снова его носила туда-сюда. А потом мне надоело на это все безобразие смотреть, потому что никогда не было такого пышного цветения, которое я наблюдала в южных регионах. Так зачем он мне сдался? Посажу-ка я розу, которая зимует. Да, надо укрывать, но она зимует, каждый год отрастает и радует надежно своим прекрасным цветением. Потом хочу вас остановить перед покупкой клёна японского. Супер растения, тема японских садов, философия, а вот эти формы, а вот эти веточки и листики, все очень замечательно. Но снова вот это хождение с горшками, это не вариант. Найдите какое-нибудь похожее растение, можно запросто подобрать и обмануть свое сознание и сказать, что почти что клён японский. Ну и среди тех растений, которые я бы сказала, что они просто обманывают нас своей красотой, это они замечательно размножаются. Просто я предостерегаю, когда вы их сажаете, приобретаете, приносите в свой сад, будьте осторожны. Подкупают красотой и кажется, что именно вы будете их контролировать. И только у вас они не пойдут за пределы дозволенной территории. Пойдут. Пойдут, если не сами, их разнесут муравьи. Они преодолеют те препятствия, которые вы им сделаете. К этим растениям я отнесу папоротник, который называют страусово перо. Замечательно, красиво, но вот поддавшись когда-то в своем саду на уговоры детей, когда они сказали, что не уничтожай, это самое красивое растение, которое есть у нас в саду. Теперь он гуляет меня везде. Там сам выскакивает, а потом все это вот вытаскиваю. И жалко же вытаскивать, но приходится. То есть такая вот потом получается двойная душевная травма от того, что я растение вырываю живое, от того, что я поддалась на эти уговоры. Дальше не поддайтесь на соблазн посадить, сныть пестролистную, потому что все равно пойдет рано или поздно она. Потом есть такое растение, но это из тикой природы, но все равно оно в Беларуси распространено. Это Вероника Ничитая, которая таким красивым ковриком в начале лета закрывает ваш газончик, потом от вашего газончика будет ноль, и она распространится не только у вас в огороде, но и на дороге, и у соседей. Помогут в этом муравьи, ну и сами вот растенец, они выстреливают семена. Потом, я думаю, что бум на ханацистис уже прошел. Это такой дикий, называли бешеный огурец, который выстреливает своими плодиками, и потом активно все это выбрасывается на компост, либо за забор. Оттуда снова оно распространяется, и кажется, что он сам приходит к вам в огород. Вьющиеся растения, да, быстро заполняют пространство, но вы не сможете от него избавиться. Потом из злаков такое растение, которое называется Фолярис арундинацея, либо двукисточник, либо его еще называют птичка, канареечник. Для каких-то пустошей или для укрепления грунта где-то это замечательно, но когда вы посадите в саду, он размножается всем на свете, он размножается семенами, корневищами. Корневище просто такой вот сплошной ковер образует, и вы от него уже потом не избавитесь. Где-то корешочек останется, я через него проходила. Так сначала романтично, здорово шуршал, а потом мне пришлось избавляться, и вот до сих пор где-то, где-то я его встречаю. Ну и мне кажется, на сегодня хватит. Не будем мы хаять все растения, или много растений, все они хорошие. Выберите свои любимые, с которыми вы готовы носиться. Любите уже вы в семье друг друга. Всего хорошего, подписывайтесь на наш канал. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok